Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Правительство России выделило 54 регионам средства на компенсацию расходов для приобретения оборудования отдельным категориям граждан. Размер субсидий, которые компенсируют высокую стоимость необходимого оборудования для подключения газораспределительным сетям, составит не менее 100 тысяч рублей. Субсидии, прежде всего, рассчитаны на следующие категории граждан – участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и семьи с низким доходом. Карачаева, Черкесия также вошла в число тех регионов, которые получили дополнительные средства на реализацию программы социальной газификации. Карачаева, Черкесия получит 19 миллионов 800 тысяч рублей на поддержку и развитие событийного туризма. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Сообщается на сайте правительства страны. Всего финансирование получат 36 регионов в общем объеме 638 миллионов рублей. Полученные средства будут направлены на организацию фестивалей, праздников и спортивных мероприятий, которые привлекают участников и зрителей со всей страны. Правительство страны утвердило правило направления средств материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. По поручению президента правительство выстраивает целостную систему помощи семьям с невысокими доходами, воспитывающим детей. С 1 января вступил в силу закон о едином пособии для них. За первый месяц его действия такой возможностью воспользовались родители более 2 миллионов ребят. Одновременно мы пересмотрели правила использования материнского капитала. Раньше направить его на ежемесячные выплаты могли только те, кто воспитывал второго малыша. При этом для них не было предусмотрено регулярной поддержки от государства. С введением единого пособия такая проблема решена. Теперь средства смогут получить все семьи, имеющие невысокий доход вне зависимости от очередности рождения ребенка. И еще дополнительно к этому оформить выплату из материнского капитала на детей до трех лет. Новые правила применяются с начала текущего года. Все технические возможности созданы. На портале госуслуг уже открыта форма заявления. Также обеспечено межведомственное взаимодействие, которое избавляет родителей от сбора справок. Индекс промышленного производства Республики по итогам прошлого года увеличился на 5,6% по сравнению с позапрошлым годом. Рост прежде всего связан с увеличением объемов производства в электроэнергетике на 12%. В обрабатывающих отраслях индекс промышленного производства также увеличился в сфере производства электрического оборудования на 50%, бумаги и бумажных изделий на 48%, производства резиновых и пластмассовых изделий на 15,5%, производства строительных материалов на 12,5%. За 2022 год предприятиям и производителями строительных материалов отгружено продукции на сумму 13,7 млрд рублей, что составляет 42% в общем объеме отгруженных товаров по виду деятельности обрабатывающей производства. Несмотря на санкционные ограничения, промпредприятиям удалось адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса и сохранить темпы роста объемов производства, отметила заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Юмрана Тиунаева. Вопрос реализации проекта «Больше чем работа» рассмотрена встреча заместителя председателя правительства Карачаева-Черкесии, постоянного представителя республики в Москве Алина Кохова, заместителем начальника отдела сопровождения молодежных проектов Центра содействия молодым специалистам Денисом Александровым. Алина Кохов отметила, что руководство Карачаева-Черкесии уделяет пристальное внимание вопросам поддержки молодежной политики. В республике успешно реализуется программа содействия занятости молодежи до 2030 года, а также ряд других региональных и федеральных программ, направленных на создание благоприятных условий и возможностей для успешной самореализации молодежи и развития ее трудового и профессионального потенциала. Стороны также обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта и основные направления его реализации. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации учета налогоплательщиков номер один Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде, на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых учрительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогооргана. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. В Тиберде завершился молодежный форум, который был организован для раскрытия кадрового потенциала участников. В рамках мероприятия прошли тренинги по таким направлениям, как саморазвитие, ораторское мастерство, эффективное управление имеющимися ресурсами, методы достижения успеха и развития востребованных компетенций. Состоялась также встреча участников форума с министром по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагимом Татаркуловым, где поделились своими впечатлениями и предложениями. Во всех городах и районах Карачаева-Черкесии прошли благотворительные концерты в поддержку военнослужащих участников специальной военной операции в рамках акции «Мы вместе», организованные единым республиканским штабом при главе Карачаева-Черкесии по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. Для жителей выступили солисты, вокальные и хореографические коллективы республики. Все средства, вырученные от проведения концертов, будут направлены в помощь военнослужащим и мобилизованным воинам, которые сейчас выполняют боевые задачи на Украине. В образовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального района прошла акция «Мы вместе» в поддержку участников специальной военной операции. В ходе мероприятия собраны и отправлены посылки, а дети написали трогательные письма военнослужащим. Ребята пожелали солдатам скорейшей победы и вернуться домой живыми и здоровыми. В Карачаево-Черкесии заработало региональное отделение комитета семей воинов Отечества. Инициативу создания этой всероссийской общественной организации лично поддержал президент страны Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО. Комитет активно включился в работу по оказанию различной общественной помощи в рамках объявленной частичной мобилизации. Поддержка и сопровождение семей военнослужащих, участвующих в СВО – одно из важных направлений в деятельности комитета. Региональный комитет семей воинов Отечества в Карачаево-Черкесии возглавила Айда Анушко, чей супруг погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Может быть, немножко тяжелее было в самом начале, потому что у меня муж погиб на спецоперации. Сейчас, на данный момент, это для меня как отдушина. Я хочу помочь, я вижу в себе силы. Сейчас каждый находящийся на спецоперации боец – это мне как брат старший, младший. Я за каждого так же переживаю, как и переживала бы за своего супруга. Отделение Социального фонда России по Карачаево-Черкесии перечислило первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством страны с января этого года. На данный момент средства перечислены на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Выплаты уже получили 900 работников в 14 лечебных учреждениях республики на основании сведений, направленных медицинскими организациями в социальный фонд. В региональном правительстве состоялось очередное заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии Карачаево-Черкесии по вопросам организации вакцинации детского населения республики от полемелита. Рассмотрен также вопрос организации медицинской помощи населению в случае распространения чумы. Потенциально опасными переносчиками данного заболевания являются горные суслики, которые обитают в Карачаевском и Малокарачаевском районах. В целях профилактики участники совещания рассмотрели и вопросы маршрутизации пациентов, организацию создания специальных боксов, а также приобретение передвижной дезинфекционной камеры. Благодаря соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Карачаево-Черкесии по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в ауле Адыге Хабаль дан старт строительству новой школы, рассчитанной на 600 учеников. После демонтажа старого аварийного здания до военной постройки в ауле ударными темпами начнется строительство новой современной главной безопасной школы. Об этом рассказала директор средней школы аула Белла Кохова. Такая необходимость была, потому что северная сторона трещина там была большая. В общем, опасность была для здоровья детей и вообще безопасность. Очень большая была, что возможно и обрушение потолка, потому что там бетон, не бетонное перекрытие, а дранка. И поэтому стал вопрос о том, чтобы построить новую школу. Я очень рада, что нас поддержал наш глава республики. Новую книгу «Литературная Карачаева-Черкесия» о писателях республики готовят к выпуску в Государственной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Сборник будет издан в электронном и бумажном вариантах. Экземпляры будут представлены в библиотеках региона, чтобы каждый желающий мог с ним ознакомиться. 15 февраля в Республиканском центре пройдет информационно-разъяснительная акция «Внимание, переезд», направленная на повышение водительской дисциплины при пересечении железнодорожных переездов и снижении аварийности. Акция пройдет на железнодорожном переезде по Кавказской едоваторам. По данным РЖД, в текущем году на Северокавказской железной дороге по вине водителей автотранспорта допущено два ДТП со смертельным исходом. В картинной галереи «Черкеска» в эти дни проходит выставка работ художника-скульптора, члена Союза художников России, народного художника Карачаева Черкесии Магомеда Хабичева. В этом году ему исполняется 70 лет. На выставке представлены работы, выполненные в разных жанрах, включая графику, живописи и скульптуру. Скульптор предпочитает работать с камнем, деревом, занимается ковкой, литьем, использует сварные конструкции из металла. Творчество Магомеда Исмаиловича по праву считается новым этапом в развитии национальной культуры и искусства, рассказала доктор филологических наук Фатима Иркенова. Я горжусь им тем, что мне восполняет мою душу и сердце, мои мировоззрения, гордое за то, что у нас есть сын такой карачаевского народа. Потому что за 14 лет, как никто, как карачаевцы, знает, что значит потерять родину, скульптуру, язык, всю духовную часть направления, все, что принадлежало карачаевскому народу. И вот мы возвращаемся, и он в это направление поднимает на такую высоту. Старшее поколение карачаево-Черкесии может принять участие в вебинарах по финансовой грамотности Банка России. Весенняя сессия продлится до 21 апреля текущего года. Обучение проходит в форме бесплатных дистанционных занятий, на которых лекторами выступают эксперты финансового рынка. Представители старшего поколения узнают, как использовать современные онлайн-технологии, какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников, а также научиться выбирать выгодные финансовые инструменты. Осторожно! Новая мошенническая схема с QR-кодами. Мошенники стали размещать коды в общественных местах. При переходе на них они обещают гражданам социальные выплаты. Сканирование QR-кода приводит к переходу в чат-бот, в мессенджеры, где утверждается, что гражданину положена выплата. Далее, под видом оформления выплаты, мошенники запрашивают личные и финансовые данные, которые используются для кражи денег с карты. При обнаружении информации о выплатах или других выгодных предложениях сначала нужно собрать детальную информацию, позвонить ответственным службам и получить консультацию. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаева-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаева-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаевой-Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаева-Черкесии. Незаконный лов форели выявили и пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Карачаевой-Черкесии. Уроженец Краснодарского края, находясь на отдыхе в Архызе после увлекательной экскурсии к Сауран, спустился в ущелье Маруха, что находится на территории Марухского государственного природного заказника. С собой турист прихватил удочку и при помощи которой осуществлял незаконный лов форели. Комментирует информацию официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Карачаевой-Черкесии Егор Шматков. Пограничное управление напоминает веществам и жителям региона, что правило рыболовства на объектах рыбогазейственного значения республики и глобативным приказом Министерства средственного хозяйства о подтверждении правил рыболовства для ЗОО-Черно-Роского рыбогазейственного бассейна. За неисполнение российского законодательства в сфере охраны водных и экологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В России на законодательном уровне могут запретить вейпы. Причин несколько и в первую очередь рост несчастных случаев при использовании испарителей. Чем же опасны это новомодное средство, якобы помогающее избавиться от курения? Информацию комментирует медицинский психолог республиканского наркологического диспансера Инна Лобанова. Производители альтернативных способов курения утверждают, что это более безопасный вариант, что якобы есть жидкости, в которых нет никотина, например. Ну и что, например, с помощью вейпов или электронных сигарет можно даже просить курить. Почему, конечно, сейчас вот так активно озаботились этой проблемой, в частности, в Госдуме Российской Федерации? Потому что очень много различных случаев серьезных, которые возникают непосредственно на фоне использования вейпов и электронных сигарет. Случаи разные. То есть то, что касается, допустим, травмоопасности, да, то есть вейпы взрываются очень часто за счет того, что многие эти конструкции, сами эти жидкости, они на сегодняшний день чаще всего приезжают к нам из стран Азии и, соответственно, не досматриваются. Прокуратура Карачаева-Черкесии направила в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб человек. Комментирует информацию старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. По версии следствия, 5 августа 2022 года водитель автомобиля ГАЗ-2705 на 6-м километре федеральной автомобильной дороги подъезд к МЦО Архыс, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений погиб водитель встречного автомобиля. Тяжкий вред здоровью причинен пассажиру, находившемуся в столоне машины, виновника дорожно-транспортного происшествия. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Российский сервис бронирования отелей и квартир twill.ru проанализировал заявки и выяснил, куда жители хотят совершать семейные путешествия этой весной. Архыс в десятке популярных направлений для семейного отдыха в марте. В Добае прошла всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2023», которая объединила 250 профессионалов и любителей всех тех, кто неравнодушен к лыжам, здоровому и активному отдыху. Причем как совсем юных, так и уже в солидном возрасте от 6 до 80 лет. Каждый год на старт выходят более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны. Карачаево-Черкесия стала единственным субъектом в СКФО участникам всероссийских соревнований. В Волгограде прошло открытое первенство города по волейболу среди девушек для 2010 года рождения, посвященное 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Наши девочки завоевали бронзовые медали. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Гумарти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова